Итак, мы продолжаем. Итак, мы с вами закончили на 4-й и 5-й стадии по реке Вегу зашлакованность организма. Именно 4-я и 5-я стадии – это те стадии, на которых уже начинают формироваться вот те самые доброкачественные новообразовательные процессы, которые потом нам начинают очень серьезно мешать жить. Именно 4-я и 5-я стадии. Вы должны себе представить, сколько времени формируются вот эти 4 слоя зашлакованности нашего организма, в котором в первую очередь принимает участие наш собственный организм. Это ведь проблемы нашего метаболизма, наших обменов. Вот в чем дело-то. А не только экзопроблема, то есть извне пришедшая. Там с водой, или с питанием, или с воздухом. Вот в чем тут проблема-то. Не говоря уже о том, что те самые ктенобиотики, о которых я говорил, они еще одну приносят нам очень неприятную вещь. Они резко усиливают свободно-радикальную атаку. И нам надо как-то защищаться от этого. Слава Богу, природа довольно много придумала для того, чтобы, так сказать, мы с вами все-таки как-то соблюдали эту целостность. Так значит, наша с вами задача заключается в следующем. Попробовать, попробовать, да, самостоятельно помочь организму вот с этими проблемами, которые называются кисты, полипы, аденомы, миомы, фиброзно-кистозное разрастание, там камушки, которые у нас с вами образуются в желчном пузыре, или еще либо где-то там в почках, или в слюнных железах, понимаете? Как разобраться с ними? Итак, я вас прошу, пожалуйста. И причем вот все, что я сейчас буду вам диктовать практически, безусловно, требует и вашего осмысления. Я бы очень хотел, чтобы вы об этом серьезно подумали, да, и, так сказать, как только мы вернемся с вами к прямому эфиру, да, с тем, чтобы мы с вами эти проблемы и обсудили. Итак, записывайте, пожалуйста. Самая первая позиция, к которой вы должны сразу привыкать. Сразу. Если у вас есть что-либо из новых образований, липомы, ли, кисты, ли, полипы, ли, так сказать, фибромиомы, ли, аденомы, ли простаты, вот здесь, пожалуйста. Первое, на что вы должны сориентироваться, 49 дней, я подчеркиваю, 49 дней относительного голода. Никаких тут 35-42 быть не может в 49 дней. Причем этот период мы с вами должны немножко еще и разделить. Мы с вами 5 недель, 5 недель, то есть 35 дней, мы с вами относим на суть относительный голод, то есть тогда, когда мы едим с вами 400 грамм в день по количеству пищи. Какая-то должна быть еда, я скажу чуть позднее. И последние две недели, то есть 6-7 недели, это практически голод, мокрый голод. Пить нужно обязательно. Постараться его выдержать. Я подскажу, каким образом, так сказать, вот для себя этот вот период перенести как можно легче. Понимаете? И почему это последние две недели? Понимаете, вот за 5 недель, за 5 недель, за 35 дней, мы с вами входим в спокойный режим относительного голода, и уже практически голода не испытываем, он идет легко. Потому что, как всегда, первая неделя очень трудная, потом становится легче, легче, легче и легче. И вот от этого относительного голода, к которому мы уже привыкли, легко перейти на, по сути, голод. Что в эти последние две недели лучше всего принимать? Я сразу скажу, чем себе помочь. Вот вы знаете, у нас с вами есть несколько, два рецепта, очень важных именно для этого периода. Это рецепт Байдик, доктора Байдик, помните, да? Льняное масло, нежирный творог до 2%, да, льняное семя, размолотое, и чайная ложка меда. Это вот первое. Помните, да, 3 столовых ложки льняного масла холодного давления нерафинированного, 6 столовых ложек, 6 столовых ложек нежирного творога до 2%, не более. Одна чайная ложечка размолотого в порошок семени льна, и одна чайная ложка, одна чайная ложка меда. Вот это все собирается, все взбивается как следует. Смотрите, тут где-то около 200 грамм еды получается, таких солидных, понимаете? Для мужчин, вот у которых проблемы с аденомой и простатой, я бы очень советовал, вместе с чайной ложкой, вместе с чайной ложкой семени льна, чайную ложечку без верха семян петрушки. Только, пожалуйста, это должны быть домашние семена, не покупные, не в семенной лавке, потому что там они протравлены. Понимаете? Это вот домашние. Точно так же размолоть как следует вместе с семенем и добавить вот в эту смесь. Как следует взбить, это ваша порция еды на весь день. Второе блюдо, которое вам очень в этой ситуации понадобится. Это записывайте, пожалуйста, потому что нигде вы больше этого не найдете, к сожалению. Столовая ложка хлопьев, зародышей пшеницы. Это аптечный продукт. Хлопьев, зародышей пшеницы. Одна столовая ложка. Две столовых ложки отрубей. Советую отруби немножко, вот даже не прокалить, а вот поставить в... Нет. Если есть СВЧ, то поставить на 30 секунд в СВЧ отруби. С тем, чтобы с помощью СВЧ, ну, немножко обеззаразить эти вот, эти самые отруби. Это очень важно, понимаете? Потому что, если вы, скажем, покупаете отруби на рынке, то непонятно, где они лежали, кто по ним бегал и так далее, и так далее. Вот за этим надо следить. Или уж тогда покупайте отруби всегда в аптеке. Всегда в аптеке. Понимаете? Ну, по крайней мере, есть хотя бы какая-то, так сказать, гарантия того, что в этих отрубях не будет крысиного помета. Значит, две столовых ложки отрубей, обычных отрубей. Дальше. Вспомните, пожалуйста, рецепт нашей кваши. Дальше мы заливаем вот эту смесь, заливаем с вами кефиром, самым обычным кефиром. Хозяюшки, пожалуйста, потратьте время. Не покупайте тот кефир, который в магазине, а сделайте свой. Понимаете? Это очень важно. Важно. Просто ведь. Берёте молоко, сбраживаете его с помощью чёрного хлеба. Да, кусочек хлеба туда, в тёплом месте постоял у вас замечательный кефир. С хорошим содержанием мощнейшей отборной кисломолочной палочки. Она нам очень нужна. Понимаете? Дальше вы что добавляете в эту схему? Напоминаю вам. Укропчик. Столовая ложка мелко нарезанного. Если нет свежего, ну, так сказать, нельзя его нигде достать. Сушёного. В конце фенхель продаётся прямо в аптеках сушёная трава укропа. Можно там же взять. Столовая ложка мелко нарезанной петрушки. Свежей. Мелко-мелко нарезать столовая ложка. Если нет, чайная ложечка сухой петрушки. Обязательно добавить туда чайную ложку мёда. И, пожалуйста, выдавите чесночок. И это очень важно. Понимаете? Потому что вот чеснок, который вот в этой смеси проферментируется, проработается за определённое время, он не будет вот так сильно раздражать, сказать, печень, если там, скажем, камни. Да? Или почки, если там камни. Вот за этим мы должны с вами следить. Вот об этом, пожалуйста, не забывайте. Дальше всё очень просто. Размешали всё аккуратно вот до состояния исходного кефира. Вот она должна быть, эта смесь должна быть такая же жидкая, как кефир. Да? Дальше накрыли полотенчиком и оставили в кухне на столе. Всё. Я напоминаю, в силу того, что, ну, этот рецепт я давал очень давно уже, так сказать, возможно, многие из вас уже забыли. Да? Оставили в кухне до утра. Утром, пожалуйста, ешьте. Вот это будет ваша порция на этот день. Вот смотрите, у вас один день рецепта льняного масла по байдигиной. Байдик. Да? Вместе с творогом. Второй день – это отруби с зародышевым пшеницей. Почему я вас прошу это сделать? Потому что и в отрубях, особенно в зародышах пшеницы, очень мощный комплекс биологически активных веществ, в задачу которого, вот этого комплекса, там и витамины, и ферменты, и соли, есть микро-макроэлементы. Во-первых, в природно сбалансированном количестве, что очень важно, уверяю вас, плюс витамин роста, который необходим. И вот весь этот комплекс, он по сути создает условия, создает почву, на которой растет новый живой организм. Вот этого, вот представляете себе, да, зернышко, вспомните его, и вот на кончике зернышка находится крошечный язычок, вот на окончании верхушечки пшеничного зерна. Крошечный, совсем крошечный язычок. Вот из этого язычка и появляется потом огромный колос, да, который растет, поднимается вверх, снова рождает зерна, и созревает, и отдает эти зерна нам. Вот из такой вот микроскопической величины, какая там сила. Так вот, зародышевая хлопья пшеницы, это вот тот самый вот язычок на вершинке злакового зерна. Вот там все богатство, там все, понимаете, там вот этот ключик к продолжению жизни. Потому что само зерно, вот это большое остаток, это всего лишь, там углеводы, там очень мало, там в основном углеводы, крахмал, углеводы, да, которые энергию, да, обеспечивают энергию роста. Так вот, тогда, когда мы берем эти зародышки пшеницы, мы снабжаем наш организм колоссальным количеством биологически активного материала, которого невероятно важно организму иметь. Так вот, эти вот два блюда, в основном, на фоне обильного приема воды, безусловно, это последние две недели нашего поста, нашего относительного голода. Это шестая и седьмая недели. Что можно туда добавить? Да, вот я прошу прощения, видите, это на сей раз я даже подчеркиваю, протертые фрукты, пожалуйста, яблоки, пожалуйста, можно, так сказать, бананы, понимаете, они должны быть мягкими. И, конечно, ни о каком жареном, ни о каком пареном даже здесь речи не идет. Последнее замечание по поводу относительного голода. Вот это тот самый случай, когда нам нужно с вами из нашего, из той пищи, которую мы с вами в это время будем потреблять, да, а условия приема пищи у нас с вами, так сказать, вы помните, да, 400 грамм в день, да, на фоне обильного приема воды. И при этом, так сказать, я все время говорил, что, так сказать, нужно в это время 100-120 грамм, можно, точнее, 100-120 грамм мяса в течение дня и 100-120 грамм рыбы в течение дня. Вот, пожалуйста. Это тот самый случай, когда животные белки нам с вами не нужны. Мы с вами получим белка, можем получить белка, и, вернее, так, весь комплекс незаменимых аминокислот, без которых мы с вами, в общем-то, чувствуем себя очень скверно, да, мы можем получить из растительных, из растений смесь чечевицы, гороха, фасоли. Замечательно. Вот этот тройной союз может заменить вам на это время, да, вот, потребление мяса. Потому что комплекс белков, аминокислот, которые есть вот в этих бобовых, он в сочетании, вместе, дает нам тут то самое количество незаменимых аминокислот, которые нам с вами нужны. Пожалуйста, да, варите из них супы, замечательно, получается, наваристые, замечательные, не добавляя масла, можно не добавлять масла. Единственное, о чем я говорю, так сказать, вот тогда, когда мы с вами разбираемся с камнями, с конкрементами, там, в желчном пузыре, в почках, в каких-то других органах, кто там, употребление масла обязательно, но мы с вами должны об этом специально, это специально оговорим. Второе, пожалуйста, это тот самый случай, когда мы должны с вами хоть по столовой ложке, но 4-5 раз в день, лучше 5 раз в день съедать. Я говорю еще раз, хоть по столовой ложке, но 5 раз в день. Это очень важно. Это режим питания, особенно, так сказать, вот, очень важен для восстановления работы печени, для ее разгрузки. Именно поэтому нам очень нужна вода. Запомните, пожалуйста, это. Мы на все 49 дней должны отказаться от мяса и от рыбы. Кстати сказать, и вот этот квашу из зародышей пшеницы и отрубей и льняное масло с творогом может быть введено и раньше, безусловно. Понимаете, это не обязательно выносить все только на последние две недели. Понимаете, вы можете использовать эти рецепты и раньше, ничего кроме пользы вы не получите. Не говоря уже о том, что в молоке, в твороге и в кефире достаточное количество белка, который тоже пойдет нам с вами на пользу. Это то сочетание, которое нас будет спасать от потери сил, от всего. Значит, еще одна рекомендация, которая нужна на все эти 49 дней. Значит, будьте добры, пожалуйста. Мы можем с вами использовать такой очень хороший, мягкий адаптоген, который называется элеотарокок. Я о нем вам говорил. Элеотарокок. Только, пожалуйста, не торопитесь его сразу стаканами хлобыстать. Потому, особенно те люди, у которых есть проблемы гипертонического толка. Да, есть проблемы, так сказать, ну, нестабильности ритма. Не торопитесь сразу стаканами. Пожалуйста, начинайте приучать себя к элеотарококу. Да, начиная с 15 капель. 15 капель на полстаканчика воды, в буквальном смысле, и глоточками. Вот на полстаканчика 15 капель накапали, почистили зубы, умылись. И вот первое, что вы сделали, пожалуйста, выпили эти капельки с полстаканчиком воды. А дальше, пожалуйста, уже, так сказать, начинаете жить. Для чего нам нужен элеотарокок? Понимаете, он нужен нам не только для того, чтобы поддержать тонус организма. Хотя он это тоже очень хорошо делает. Но еще, ко всему прочему, это адаптоген. То есть это вот тот, в нем существует та биологическая активность, которая помогает нашему организму выстоять. Он адаптирует наш с вами организм к новым для них абсолютно условиям жизни. Вот это очень важный момент. Это адаптоген. Вы начинаете с 15 капель и через каждые 5-7 дней прибавляете по 5 капель. До 40. Можно и больше, но лучше не перебачивать. До 40 капель на полстакана воды один раз в день с утра. Вот это мы должны с вами принимать. Вот таким образом у нас с вами, так сказать, выстраивается схема, почему нужна такая схема. А теперь давайте посмотрим. Потому что наш организм, почему мы с вами можем выставить, скажем, при голоде, когда голодает человек, ну, по независимым даже от него причинам. Ну, так случилось. Нет пищи, он голодает. Да? Он может прожить без пищи 40 с лишним дней. За счет чего? Вспомните, поймите, за счет чего. Он будет жить, вот, выживать все это время за счет тех запасов, которые есть у него. Да? Это жир, который уйдет, будет уходить. Это даже наши мышцы. Почему я сказал обязательно про белок не забывать, потому что мышечный каркас мы все-таки должны с вами сохранять. А самое главное, это вот те самые накопления, шлаковые накопления, которые есть. Ведь хотим мы или не хотим. Вот я сказал о том, что нам с вами мяса не нужно, потому что мы будем обходиться это время растительными белками. Но при этом я напомню вам, что организм, мясо-то будет потреблять и очень даже ничего. Он будет потреблять наше собственное мясо. Понимаете? Потому что у нас каждое мгновение отмирает достаточно большое количество клеток. А что такое клетки? Это и есть вот суть, как вам сказать, малая единица той ткани, которая называется мясом. Малая единица, самая маленькая единица живого организма. Вот что такое, так сказать, эта клеточка. А отмирая куда они деваются? Они утилизируются нашим организмом. Часть идёт на поддержание нашей собственной жизни с вами. Вот почему мы с вами и выживаем эти 40 дней голодая. Понимаете? Но вот здесь чрезвычайно важна, важна вода. Невероятно важна. Потому что потихонечку, гидротируя организм, мы с вами начнём восстанавливать нормальную внутреннюю динамику, жидкостную динамику. Вот что это такое. Поэтому бояться, что вы похудеете, что вы это, не надо. Вы вернёте норму, свою норму веса вы обязательно вернёте. Но, что нам будет необходимо ещё раз. Пожалуйста, вот на это время запишите для себя. Нам нужен очень такой травяной чай, в который обязательно войдёт кора ивы, петрушка и солянка холмовая. Вот на этом я сегодня с вами характеристику этого периода закончу. Ну, время наше с вами истекло. И продолжу в следующей передаче. Хочу вам сказать, вот заканчивая сегодняшнюю передачу, что нам с вами повезло. Потому что к нам, к программе подсоединяется игумен Анатолий Берестов, руководитель душепопечительного центра имени, или в честь Иоанна Кронштадтского, святого нашего, великого русского. И мы в скором времени с ним с вами встретимся. Пойдёт речь об очень важных вещах. Ну, а сейчас, как всегда, здоровья желает вам программа «Семейный доктор».